Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 14 марта, в России отмечается День Православной Книги. Он установлен Русской Православной Церковью в 2009 году и приурочен к этой дате не случайно. В этот день, в 1564 году, трудами диакона Иоанна Федорова и его соратника-типографа Петра Мстиславца вышла в свет первая печатная книга Руси «Апостол». Председатель издательского совета Московского патриархата митрополит Калужский Боровский Климент так сказал о появлении Дня Православной Книги. Цель этого праздника – не только вспомнить о событии издания первой книги, но и обратить внимание на значение книги для каждого из нас. Вспомнить свою первую любимую книгу, которая когда-то распахнула перед нами новый мир знаний, открыла тайны духовной жизни, приобщила нас к великой русской культуре, познакомила с миром прекрасного. Что же такое православная книга? Православная книга – это не только священное писание и богословская литература, это и художественная литература, которая несет добро, помогает научиться великодушию и милосердию. Православная книга – это книга, пронизанная заповедями, это кладезь духовной мудрости. И мне хотелось бы вас познакомить с притчами из книги «Не хлебом единым». Все в твоих руках Прошел слух, что в одной деревне живет мудрец, который знает ответы на все вопросы. Один юноша решил проверить это. Он спрятал в ладонях бабочку и пришел к мудрецу с вопросом – живое или неживое? Если мудрец ответит – живое, – думал юноша, – то я сожму кулак и раздавлю бабочку. А если мудрец ответит – неживое, – то разожму кулак и выпущу бабочку. Мудрец внимательно посмотрел на юношу и ответил – все в твоих руках. Еще одна притча. Что важнее? Шли однажды по дороге счастье, любовь и здоровье. Ночь застала их в пути, и путникам пришлось попроситься на ночлег в дом. У хозяев было только одно место, и они решили, что самое главное – это счастье. Его и пустили в дом, а любовь и здоровье оставили ночевать в тенях. Сначала из дома тихо ушла любовь, потом здоровье, и затем из счастья покинул его. Путники отправились дальше и на ночлег остановились во втором доме. Хозяева решили пустить в дом здоровье. Какое счастье, какая любовь без здоровья? – думали они. Вот так любовь и счастье остались ночевать в тенях. И сначала ушла из дома любовь, потом счастье, а за ними и здоровье оставила его. А в третьем доме решили – главное – любовь. Она осталась в доме, а вместе с ней поселились в нем счастье и здоровье. На нашей книжной выставке «Мудрость и благодать православной книги» представлены замечательные издания православной литературы. Святое Евангелие. Представлены книги из серии «Жития святых для детей». Вы также можете познакомиться с книгами, которые написаны священнослужителями. Эта книга написана протоиереем Николаем Агафоновым «Доброта духовная». Вы узнаете также о святителях и чудотворцах земли русской. День православной книги – это праздник уже не ограничен одним днем. В течение всего марта и апреля проходят многочисленные семинары, конференции, творческие встречи, вечера и другие культурные события. Сегодня вас ждет встреча с молодым писателем, журналистом, корреспондентом газеты «Колокольный звон» Александры Анатольевны Михайловой. И с ее книгой «Доброе дело», одобренной издательским советом Русской Православной Церкви.